Ну что ж, Ария Ру, народ, микрофон, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Мы продолжаем играть в такую увлекательную игру Акербалл Спейс Программ. У нас сейчас, в принципе, есть денюжки. Пожалуй, можно открыть детали, которые у нас есть, возможно, здесь. В том числе, научный модуль, который до сих пор почему-то у меня не открыт. И раз мы научный модуль открыли, мы можем собрать еще 500 науки. Попробую сейчас изучить. А, мне мало изучать авиацию, мне еще нужно ее открывать. Поэтому давайте займемся открытием всяких деталей, потому что игрушка не считает детали задействительными, пока они не будут открыты. Если мне понадобятся деньги, я буду выполнять простецкие задания, но хотелось бы сейчас заняться авиацией, построить какой-нибудь банальный самолетик. Сверхозвуковой полет мы открыли, наконец-таки, и теперь по-хорошему можно собирать небольшие самолетики. У нас закончилась наука тем временем. Изучить мы с помощью КИИ ничего не можем, потому что у нас закончились научные исследования. И посмотрим, что у нас доступно теперь по нашим заданиям. У нас есть задание провести локальные данные. Собрать научные данные ниже. Доклад экипажа. Ну, замечательно. Это как раз нам позволит сейчас собрать самолетик небольшой. И заняться, точнее, авиакрафтостроением, если я правильно понимаю название этого слова. При постройке столкнулся с такой проблемой, что шасси, которые мне необходимы для этого самолета, они еще у меня не открыты. Поэтому придется удовольствоваться вот такими вот маленькими шасси. И я надеюсь, они будут работать исправно. В общем, получился у нас такой вот самолет с одним боковым отсеком, в который я пока что ничего не вложил, но впоследствии туда будут складироваться вещи, необходимые нам. Планирую туда складировать, в частности, наушное оборудование. Но пока я этого делать не буду. Сир, шанс неудачного запуска очень велик. А это еще кто? Я новый голосовой помощник. Зовите меня Ви. Ну ладно. Кстати, надо было установить автоматику, но пока без нее не ждет. Ага. И самое главное, забыл, конечно, типичный мамору. Пускаются закрылки. Я пока не настраивал, на самом деле. Ага. Он что-то слишком резко поворачивает. Крен, пожалуй, у этих даже... Все. Замечательно. Спускаем двигатель, включаем САС. На малую тягу пусть разогревается. По идее, он находится где-то там. Пока я точки не вижу, ну ладно. Выключаем тормоза. Добавляем тяги. И пошел черт по точке. А я, между прочим, говорила. Ой, ну отстань. Шасси слишком близко друг к другу расположены. Поэтому возникают такие проблемы. Это нормально. Ничего страшного, такое бывает периодически. Да, это выглядит некрасивно. Тем не менее, зато это будет работать. Наша колесная база теперь пошире. И поэтому, в большой вероятности, это будет работать. Тихо-тихо-тихо. Куда-то влетел. Установить цель. Включить навигацию. Все, замечательно. Включаем тягу. Я, как и говорил, проблема была в шасси. Сейчас все нормально. Он даже получился очень маневренный, как я погляжу. Да, замечательно. И я вижу вот цель нашу. Даже нужно чуть левее. Все, замечательно. Мы летим теперь на цель. Знаете, что я не продумал? Я не продумал способ, как наши кербаляты будут попадать обратно на самолет в случае, если придется выходить из самолета. Но это, думаю, в следующих сериях Мартока я это учту. У нас пишет то, что мы достигли локации, мы делаем доклад экипажа, сохраняемся. Все, у нас задание выполнено, мы можем возвращаться на базу, в принципе. Я хочу попробовать провести небольшие испытания этого самолета, на какую максимальную высоту он сможет взлететь. Это попробуйте. У нас угол атаки сколько? 30 градусов примерно. И наша скорость постепенно снижается, но... Дополь у нас до хрена, поэтому наша скорость, мы можем видеть, постепенно теперь снижается. Из-за этого громкого звука в наушнике я даже себя не слышу. Надеюсь, на монтаже я эту как-то убавлю, но тем не менее... Да, наша скорость постепенно снижается, но тем не менее продолжаем лететь. Наша база уже внизу, поэтому испытания прошли неуспешно. То есть мы не успели достичь максимальной высоты, но в 15 тысяч метров это уже много. Включаем на минимум движки. Знаете, что я еще не присмотрел? Электроэнергию, тут ее крайне мало. Выпускаем аэротормоза, идем на торможение. Жалко, а на этих двигателя нельзя реверс-транс включить, чтобы торможение происходило более гладко. Можно выпускать с расси, в принципе, наша высота позволяет. Но скорость слишком большая, поэтому рекомендуется замедлиться обычно. Все-таки большая скорость. Я даже на полосу не попадаю, но тем не менее, просадка произошла более чем гладко. Главное не разобиться вот в этот момент. Возвращаемся в самолет. Даже 10 ноги с эмиссией вернули, это неплохо. Теперь, когда мы выяснили, что наш маленький самолетик может выполнять такие непростые операции, мы можем собрать локальные данные здесь. Температурные полеты мы можем также использовать. Исследование Луны пока не готов. Атмосферные данные тоже, но эти два задания, я думаю, выполним. Так, ставим разогреваться наш двигатель. У нас недалеко, кстати, эти две точки. Пожалуй, я сначала изучу здесь. Здесь нам нужно температуру измерить, а тут зона Z3 подоклад экипажа и измерить температуру. Замечательно. Даем большую тягу. Замечательно. Замечательно, идем дальше по курсу А я пока займусь наукой То есть мы сохраняем все наши данные Перезарядить контейнер я не могу пока Но думаю это не так необходимо И мы продолжаем лететь Вот мы достигли локации Мы можем собрать температурные данные Замечательно Доклад экипажа пожалуй еще и сделаем Все замечательно Открываем Сохраняем все наши данные Собираем все данные Закрываем люк Теперь мы летим до следующей нашей точки Включаем навигацию Давайте попробуем сделать мертвую петлю Ага Нам не хватает мощности в двигателе Поэтому мертвая петля у нас не особо удалась Ну ладно Может выровняли курс Тяга 60% и летим Эй, как тебя там? Ви, если ты тут есть, ты можешь автопилот включишь? Ну а вы попросите Ви, включи пожалуйста автопилот Включаю автопилот Приятного полета Ну нихуя ты полезная Спасибо Может ты мне реально пригодишься Все мы Наконец-таки Долетели до этой точки Собрали все данные Теперь можно Лететь Назад Возвращаться на базу Ну по-хорошему Мы преодолели Звуковой барьер Но зря Мне кажется Я начал это делать Потому что необходимо Сейчас тормозить А я Разогнался Я еще парашюты Очень криво поставил Ай, сейчас возможно Разобьемся Не с цей У меня все под контролем Парашюты поставил С одной стороны Это глупо Ну ладно Зато они показались А наилучшим образом Даже с двумя парашютами Мы смогли нормально затормозить Зря Шизюбра Возвращаем аппарат Ну как можем посмотреть Вот этот самолетик Показывает себя Наилучшим образом На небольших дистанциях Буквально Сколько мы пролетели И практически Ничего не потратили Он может развивать Мне кажется Он до двух махов Развился сейчас 154 науки За миссию он принес